здравствуйте дорогие друзья почему я так общаюсь со своим сыном я же не хотела критиковать кричать не хотела быть как моя мама а получается делаю все то же самое являемся ли мы авторами своей собственной жизни или это семейный сценарий что такое семейный сценарий или родовой сценарий мы сегодня разговариваем как раз об этом в программе фокус на человека с нашим гостем клиническим психологом семейным семейным системным терапевтом или семейным системным психологом александрина юсупова здравствуйте александрин и так у нас сегодня такая вот можно сказать что мы затронем очень верхнюю часть очень сильно верхнюю часть айсберга который называется семейная система да и все что с этим связано и для начала у меня вот сам термин семейный сценарий вызывает вопросы семейный ну гор мы можно понять да а почему сценарий ну вот мне понравилось выражение вирджинии сатир которая занималась тоже семейной терапии она сказала так что семья эта фабрика где формируется такой человек и что значит фабрика это там где есть какие-то взаимодействия правила установки послания послания могут быть кому-то как вербальный так и невербальный может знаем да есть какие-то переживания связанные с событиями да ну то есть например в каком-то варианте там у мамы ребенок падает расшибает коленку она начинает гневаться и как бы она не старалась это скрыть а внутри у нее все равно злость да у другой мамы ребенок падает расшибает коленку она пугается вот а вот например третьей мамы да какая-то другая реакция рождается может пожалеть может посмеяться чтобы ребенок не испугался например вместе с да это шутка и масса вариантов пойти за зеленкой как говорится ну упал и упал их господи там ничего страшного не произошло для нее ну то есть вот она может это так пережить другая так это пережить не может вот у кого-то может там что ее ребенок упал на и разбил себе коленку и это там внутри звучат голоса ее бабушек и ее же мама что ты что ты за мать вот и она начинает но может быть злиться как раз таки на это что вот как будто все узнали что я плохая мать у меня ребенок разбил коленку то есть мы говорим о том что семейная система или семейный ну сначала семейная система существует ну независимо от того хотим мы или не хотим она существует сама по себе раз человек живет в семье или даже если он не живет в семье все равно частичка вот этой семейной системы так он частичка этой семейной системы и вот а берн да который был ну как 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 сказать он сочинил вот этот термин жизненный сценарий да и я записал даже это определенный план который намечается еще в первые годы жизни план живет сам себе 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 родители на мужа родители намечают какими-то своими посланиями семейными традициями семейными ценностями да и тут еще мор могут быть но такие они противоречивые иногда эти послания да ну там например будь успешен но не высовывайся и не высовывайся при этом да или ты красавица но в восемь часов что была дома но вот и но и что мне делать теперь с этим что я красавица да ну или какого места приложить или я тебя очень люблю не подходи ко мне у тебя плохая оценка да вот и то есть на на формирование это же этого жизненного сценария влияет множество факторов там и положение в обществе и воспитания и установки и правила и как я уже говорил и ценности вот так что наши родители берут это у своих родителей их родители берут это еще у прадедов ну и как бы в этой по цепочке и мы уже не помним откуда взялась эта тревога но когда нам говорят ну что-то например в мире меняется да то почему-то внутри семьи возрастают например конфликты вроде бы из ниоткуда но там мама почему-то плохо спит и излишне контролирует но что-то такое поднимается даже сама вот эта мама которая излишне контролирует не может себе толком объяснить откуда взялась вот эта ее тревога хоть но внешние события какие-то происходят не внутри же семьи но внутри семьи происходят изменения ну или что-то наоборот поднимается что-то такое не необъяснимое сознанием какие-то глубинные чувства поднимаются осознание это объяснить дать им формулировку и описать в контексте не может смотрите правильно ли я понимаю что допустим родился в семье ребенок в котором мама папа бабушка дедушка и так далее да и поскольку ребенок как мы знаем чистый лист бумаги если можно так выразиться да то его формирует вот вербальные невербальные послания родителей бабушек дедушек и так далее то есть получается к тому возрасту на ну нескольких лет от роду он уже из себя представляет некий такой как как сказал один психотерапевт артефакт каждый сам по себе отдельный артефакт которым и заложены все что носителем чего является его семья и получается что пока человек не вырастет не достигнет сознательного возраста не поймет что у него что ему нравится что ему не нравится он из этой вот как раз системы из этого сценария которые мы написали близкие он никак не может ничего с этим сделать так или нет или слишком грубо мы же ребенок же не сам себя формирует его формируют взрослые но его формируют наверное взрослая окружающая среда окружающая среда окружающий мир все но и в то же время есть такие явления как ну ну вот например приемный ребенок до оказался установлен в младенческом возрасте ну и в общем то так вот ему еще никто ничего не сказал правила никакие не установил и он живет в приемной семье совершенно даже не зная про своих кровных родителей но почему-то демонстрирует поведение которое не очень не очень укладывается в контекст той семье где он живет что это вопрос тут многие могут говорить про гены чаще всего там бывает но мы там семейные системные психологи которые работали в сфере приемности мы таким мы обычно говорим их тут хуй гена и а и здесь есть тут другой инструмент даже не инструмент явление как лояльность к кровному родителю и ребенок вроде бы не зная этого кровного родителя даже не знаю что он вообще у него есть какой-то другой на то есть если там имеет место вот это вот тайну усыновления все равно что-то демонстрирует и приемные родители иногда говорят ну как ну что это может быть кроме ген больше ничего то есть вы хотите сказать что когда в семье допустим как говорят у нас это болячка по женской линии передается и все женщины болеют да например а еще могут и не говорить про это она все равно передает все равно передается до нового если говорят так будто я не знаю там однотипную судьбу проживают там у всех мужья пьют или например у всех там как-то мера же из раны выходят замуж или даже что интересно почерк до похож очень бывает почерк же тоже отражает сущность психологическую человек вот это тоже да то есть это вот тот самый и кто такой гена зачем зачем он сюда пришел что он хотел это именно идет из семейного сценария до из лояльности к вот к своей семье к роду рода роду и в общем то такое поведение вот если мы продолжаем говорить про ну на примере приемных детей начинается в подростковом возрасте тогда когда стадия развития человека и естественно появляется вопрос кто я на кого я похожи кого окну какова моя дорога вот и тут начинать такое повышается напряжение вот потому что хоть мы говорим про про какие-то правдивые истории да либо же мы умалчиваем вот то из этого рождает большее напряжение когда мы умалчиваем например или когда мы про это говорим вот и это напряжение оно так или иначе все равно считывается ребенком он чувствует напряжение но не понимает его источника и здесь могут рождаться разные чувства которые не ложатся в контекст вот этой ситуации и некоторые люди когда ну как-то узнают например про какие-то свои исторические факты своего рода испытывают облегчение но как будто бы я наконец нашел ответ что меня так тарабанил вот 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 был описан не помню в каком учебнике или в какой статье случае как раз когда у молодой девушки было нарушение пищевого поведения на независимо от того какая была порция она съедала все чувствовала тревогу в связи с этим но не ничего на тарелке никогда не оставляла но тем более там родители говорили в нашей семье не принято оставлять сколько тебе прояви уважение доешь а потом когда случилась генограмма который мы еще с вами скажем выяснилось что родственным предыдущее поколение пережили блокадный ленинград что у меня прям мурашки да что в общем то с едой напрямую связано и вот это вот то есть получается что основание для того чтобы то поведение транслировать уже нет а в семейном в семейной истории в семейном сценарии это как и заложившийся как бы это обязательный формат осталось да и вот кстати проводили опрос внуков репрессированных то есть как это влияет и разные категории но жизни исследовали то там на но финансовое благополучие на выбор профессии как складываются отношения в семье как складываются детской родительские отношения как человек себя чувствует ну например удовлетворенным своей жизнью или нет вот и ну в общем то выдвигали гипотезу влияет как это влияет и важно ли ну как влияет когда человек знает свою историю и тогда когда он не знает а ведь во времена именно репрессий там репрессе на репрессированных вот этих членов семьи отцов и матерей их но принято было стыдиться или бояться говорить про это чтобы остальные не до чтобы остальные не пострадали потому что например женщины оказывались арестованными только лишь иногда потому что они были женами ну там каких-то неугодных прям наша страна история наша эта история нашей страны и у нас таких историй ну мы богаты короче я бы даже наверное больше сказала что это началось гораздо раньше с сада и после революционных времен когда началось раскулачивание и уже тогда молчали и уже тогда нельзя было говорить что-то из дворянской семьи либо ты из раскулаченной семьи либо что лезет из офицерской семьи то есть получается если вот вот ну прям вот сильно ближе к ста процентам вот да вот буквально сегодня мы с моим папой говорили ну как-то про это и он такой карт ну вот когда началась коллективизация вот и коллективизация потом 30-х года конец 30-х годов это опять вот эти вот репрессии потом великое отечество ну то есть и у нас еще там помимо этого были всякие разные войны и японии тогда вот ну и мы вообще такие богатей да да у нас история в этом плане богатая это мы сейчас с вами как раз зашли в ту тему которая для меня называлась как почему необходимо знать историю своей семьи все-таки вот составлять вот этот вот это про особенность пищевого поведения как у этой девушки которые вы привели в пример что-то такое возникает это как-то поддерживается семьей то ну там прояви уважение вот это уважение к кому там например да как так сложилось что оставлять еду на тарелке нельзя если я ее оставлю что кого я этим оскорблю кому я нанесу урон то есть вот эти вот такие вопросы они могут не находить ну или они могут находить какой-то ответ вот в плоскости вот этой ядерной семье до ядерная это мама папа я но эти правила уже могут быть усвоены родителями от тех правил которые были в их родительских семьях а те еще да ну и в целом что откуда взялось уже непонятно но еду надо доедать все вот и когда человек понимает что он не находит объяснение своего поведения но у него есть там какие-то соматические проявления или психологический дискомфорт да и он не может найти ответа вот то иногда вот это знание знакомства приносит облегчение только потому что славьте господи я теперь знаю откуда это взялось вот и вот эти вот семейные сценарии они ну мы сейчас говорим о них а как о каком-то негативном влиянии но даже то что вот это правило еду надо доедать туда три поколения назад спасло жизнь этой семьи и благодаря этому эта девочка сейчас вообще жива и есть на свете этом вот и то есть вот это всегда ну как бы ну два полюса два полюса всегда всегда существует только вот этот выбор что мы будем будем злиться на то что родители меня заставляли доедать или мы скажем той бабушке которая смогла там по крошкам собрать что-то и ну вырастить своих детей скажем ей спасибо и примем вот это вот то мужество с нос которым эта семья жила и это и это мужество она же в этой девочке тоже есть и что-то ее заставляет да есть это какое-то ее личное переживание заставляет ее да есть это возможно это и есть та самая семейная ну тревога я из тревоги это да это но я не понимаю откуда растет это тревога но там возможно это еще подкреплялась семьей и вот эта тревога подкоплялась тем что если я не доем то мама будет на меня сердится мне страшно вот но и вот это вот трансгенерационная тревога она тоже есть просто она теперь она должна была как-то оправдываться наш должна была как-то улечься вообще в мозгу на фига я это делаю я думаю что когда те ну вот разбираясь со своей гинограммы с историей своего рода понимая откуда это шло тревоги просто в сегодняшнем дне у сегодняшнего человека который это переживает станет гораздо меньше давайте уже тогда зрителям скажем что такое гинограмма да в принципе где ее можно составить что она себя представляет как она формируется какую информацию она может дать гинограмма это это потрясающая штука я когда проживала реконструкция своей семейной истории у меня прям как будто я не знаю там как-то по-другому начали выстраивать отношения со своими родителями как-то я там поняла какие-то свои переживания гинограмма они говорили ну как бы много а а в том числе вот эту идею развивают семейные психологи вот эрик бёрн да говорил про гинограмму но основоположником и автором вот как бы этого метода считается все такими рабо он да и и это выстраивание ну и по-другому это можно назвать родовым деревом да вот да но родовое дерево в моем понимании это все таки как бы факты вот есть я а есть там поколение мои родственники до поколение в по вертикали по горизонтали да а вот гинограмма или гена социограмма да это немножко как бы вглубь там важно узнать такие аспекты как история этого человека да где жил кем был кем был достаток нося семейные связи да насколько там благополучно были взаимодействия какие были ну там от чего умер это очень важно сколько лет прожил чем занимался и какие как справлялся как справлялся со сложностями как эта семья справлялась со сложностями ну и учитывая на историю нашей нашей страны там сложности было много и в общем-то у каждого в роду есть предки которые с этими сложностями справлялись как они справлялись а вот например когда я делала вот реконструкцию своей семейной истории если хотите поделюсь так вот я же с детства ну как-то вот с какой-то юности помню что у меня была такая идея про приемного ребенка вот и мне прям надо 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 зачем надо для чего надо смысле вам нужно я взять приемного ребенка я вот считала что у меня обязательно когда я вырасту вот когда у меня будет семья мы сможем возьмем вот приемного ребенка никто мне этого никогда не говорил ну в смысле то что это обязательно надо делать ну в общем каждый должен нет никто этого не говорил у нас в семье приемных детей не было вот в моей родительской семье приемных детей не было ну когда я к мужу с этим подошла он не сказал с чего вдруг ну там собственно мы так готовимся стать родителями чего ты решила я такая сел и подумал ну действительно с чего я решила и тут как раз вот это вот история с необходимостью создание создание гинограммы и я иду к своим родителям его значит их начинаю спрашивать я мне почему-то было неловко вот я испытывал какое-то сопротивление ну ужасный интерес пошла разложила там вот этот ватман а ноль заполонила комнату и вообще обои пошли в это бой и прекрасная штука вообще куда хочешь пойдут а и начала расспрашивать и родители прям глаза засветились достали все свои альбомы как все они со всеми познакомили и тут я узнаю что у например у обоих моих родителей есть в моей родне ну там среди бабушек те женщины которые вырастили приемных детей ну например например в моем моя же собственно двоюродная бабушка который является для меня крестный она первый раз вышла замуж ее двое детей умерли она вышла второй раз замуж и там у мужа были уже двое детей он был вдовцом и для нее эти дети стали приемными это дети стали приемными муж пошел на фронт где и погиб и она растила этих детей как своих вот и собственно про то что они не ее в общем-то никто никогда и не говорил вот потом я знаю а значит узнаю как со стороны моего отца то есть где-то остался вдовцом но вышел в но поженились они не поженились но жили вместе и у него вот этой моей бабушки он приемный до получается было трое сыновей у деда было трое своих сыновей и вот так они жили и я всегда считала что они братья а вот ну и вот такие вот интересные события и понимаете меня отпустила я поняла что я не мое это не то что не мое это мое не совсем вот но это как бы не мои долги вот есть еще такое понятие в трансгенерационной истории да что вот этого долговая книга что она пишется но истории да и вот это вот как будто я че-то кому-то должен ну вот то есть человек живет и ходит ну как бы по жизни если может такой с ощущением что кому-то что-то должен да эта мысль периодически ну то есть не уходит на совсем никогда она уходит тогда когда ты знакомишься с этим вот до того как до того как она не уходила я прям настаивал настаивал я говорю как ты можешь как ты можешь это же вот у меня был в ощущениях что да прям долг вообще каждого взять приемного ребенка вот а потом я поняла что вот но как бы вот этом родовая штука что когда-то чьи-то матери приняли приемных детей как своих а я как будто бы теперь ну тоже должна это сделать как благодарны что ли или не знаю как что это моя учебка пришла да как будто это моя учебка но когда я поняла что ситуация была в общем-то вынуждена и сложилась она из внешних обстоятельств если бы там этот дед не ушел на фронт да и если бы он там не погиб то бы они растели этих детей вместе и это был выбор ну там моей вот этой бабушки да для нее эти дети были но семьей для нее это было и поддержка и 0 и спасение может быть в какой-то степени потому что выжать в войну например выжать войну одиноким было сложнее да потому что не 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 для кого нет ради вот этой стимуляции собраться и там что-то предпринимать вот а дети очень стимулирует хорошо вот если вернемся классная история если вернемся кинограмме и и любой человек может составить обратившись к семейному психологу или в принципе не надо можно самому составить можно самому я дам вот интерпретировать а вот прожить это лучше в компании с психологом в разном подход в разных подходах можно эту гинограмму исследовать но это такой очень кропотливый труд очень кропотливый он и много переживаний поднимает и лучше это конечно делать когда у тебя ты находишься в терапии чтобы хоть кто-то там но сопровождал потому что и вот это сопротивление может подняться и разные чувства и интересы восхищение и стыд потому что что там всплывет и страх а вдруг там что-то всплывет вот это вот все эти моменты они лучше чтоб кто-нибудь был на кого бы опираться потому что это все очень естественно для человеческой психики еще там такой момент который был для меня тоже вот где-то на уровне страха и стыда наверное больше страха когда я узнала что в гинограмму надо выписывать даже детей которые ну либо нерожденными и абортированно да абортированно либо те которые умерли в младенчестве то есть абсолютно все я когда свою составляла я тоже очень много узнала у бабушки сколько было детей которые вот период войны немножко до войны не выжили просто это вот прям такое открытие то есть мы можем сказать что любой человек который начнет составлять на гинограмму кроме полезности он еще с огромным количеством информации столкнется который он не знал и это тоже в принципе работает на семью да потому что близость теряется вот это вот наша установка когда мы никому ничего не должны были раскладывать о своих близких чтобы сберечь следующее поколение вот она так и продолжает доминировать во многих семьях вот ну опять же там такой манку манкуртизм какой-то некоторых да и и нужденный я думаю что и моя неловкость когда я пошла к своим родителям говорить про это да но можно если нет родителей обратиться к другим родственникам наверняка там ну есть кто-то кто может об этом рассказал вот мне тоже было ну как бы вот боязно столкнуться например с реакции родителей когда я начну спрашивать а были ли у них еще дети и ну там а были ли еще дети там вольда попасть и в боль и про ну как бы как ребенку спрашивать это у своих родителей да это как будто немного нарушение субординации надо вот влезть в интимность супружеской пары по большому счету да но вот это вот и еще ну как ни странно да они конечно говорили об этом так как-то сухо но никто меня не отверг с моим интересом вот и и это важно знать вообще какой ты ну поочередности ребенок в семье как власть свое место знать свое место и тогда но как-то все как-то раскладывается и могут уходить ну ну тоже заблуждение какие-то приошибочные представления фантазии мне кстати как раз такая история есть девушка все всегда была уверен взрослая женщина всегда была уверена что она вторая в семье что первым был мальчик который что-то вроде выкидыш то есть но не до не даже не дошло до естественных родов вот и она всегда себя считал второй вот такая генограмма составлялась и выяснилось поговорила женщина с мамой выяснилось что нет никакого как это был ли мальчик не было никакого мальчика девочка была первая желанная вы не представляете как для нее все вот так вот прям перевернулась да то есть ощущение что ты во-первых не замена первому ребенку который не смог родиться был желанный ожидаемый был мальчиком а что нет на самом деле тебя ждали и все все так как должно было быть вот это такие вот нюансы такие открытия ждут но любого человека который будет заниматься кинограммы это это прям вот и обязательно терапевтическая исследовательская и не знаю эпитетов массу можно подобрать и еще я знаю о перинатальных психологов которые занимаются ну там перинатальными сложностями различного рода они тоже часто используют генограмму и вот одна моя коллега однажды позвонила мне и говорит но слушай говорит я работаю с женщиной и уже не знаю что делать работает она женщины супружеская пара там не могут забеременеть уже несколько ико прошли плод никак не удерживается короче ну там не получается не получается и и к было сделано много слушай говорю очень похоже на горевание ну вот так по описанию очень похоже на горевание она горд но надо исследовать и отдала но задание вот своей клиентки сделать эту генограмму оказывается был у этой дамы был мальчик был брат который умер в младенчестве и об этом не говорилось в семье об этом не говорилось в семье она была рождена чуть ли не сразу после его смерти тот самый замещающий самый да вот там что-то такая очень большая разница была года полтора что ли или два и она и когда она это поняла когда она это смогла прогревать уже в контексте случилась долгожданная беременность вот она переставляю когда ставят бесплодие неясного генеза тут прям прямая дорога психотерапии вот прямая не придумаешь сейчас уже дойку ребеночку уже сколько-то лет то есть вот хорошо а если мы с вами вернемся и вот к сами семейному сценарию и вот такой популярный есть утверждение или высказывание и которая не выдерживает никакой жизненной скажем так практике я никогда девушка вырастает и за допустим или мужчина из не очень благополучно как ему кажется семье может быть холодной отторгающей он говорит я никогда не буду жить так как моя мама мой папа и так далее мне никогда у меня будет совершенно другая семья и в итоге ничего не получается семья абсолютно такая же что здесь механизм срабатывает это то с чего я передачу начала да то есть уже появился сын уже появилась семья и женщина которая говорила я никогда не буду кричать вести себя воспитывать своего сына или дочь так как воспитывали меня делает все ровно то же самое что родитель ну может с небольшими какими-то отклонений изменений ну вот ну как бы как сказать это вот можно назвать антисценарий я никогда не буду да его могу привести другой пример антисценария но это не совсем как бы антисценарий да но это такая некоторая но и сознательно я сопротивляюсь ну типа я не согласен я воюю да ну там со своей мамой но и вот про то что она со мной поступала неправильно я так со своим никогда поступать не буду но это не говорит про то что спала напряжение или она будет своих детей любить больше чем ее мама ну там или еще что-то вот это говорит про том что она все еще воюет со своей мамой она не со своими детьми контактирует а своей мамой воюет дальше что делать такому человеку распространенная история ко мне очень часто приходится таким да сейчас расскажу одну ситуацию я наблюдаю есть у меня в поле значит одна семья там пьющий отец он всегда был пьющий вот ну и семья такая в общем то они с достатком но конфликтная ну то есть внутри с супружеской пары у них конфликты алкоголизм вот этого отца но он такой добытчик а вот мать его боится у нее самой тоже был была примерно такая же история в ее родительской семье и у этого отца тоже была примерно такая же история в его родительской семье но и так живут рождаются у них дети и и вот один из сыновей говорит что нет ну в смысле я не я не согласен моей семье такого никогда не будет я себя так вести никогда не буду вот и он говорит я не буду пить я не буду пить никогда чтобы вот потому что в нем это вызывало много отвращение стыда как обычно это бывает у детей у взрослых детей выросших в семье алкоголиков вот и он значит создает свою семью женится вот он да конечно не пьет а но отношения в семье не складываются они такие же дистантные только вместо алкоголя он выбирает например работу или игра или азартные игры любой другой аддикцию данном случае работу а вот и работу такую прям чтобы уезжать надолго и как запой уходить да вот и механизм то взаимодействие остался ничего никуда не делась а что нужно было тогда сказать не получается вы говорите человек продолжает воевать со своей мамы или там со своей бабы а что нужно было тогда сделать это что нужно будет сделать если я продолжаю воевать со своими родителями то я не взрослый хорошо а как тогда с ними перестать воевать терапии на это само собой это сама просто ну вот смотрите буэн да например говорит о том что важно поддерживать родителями контакт и находить в них ну что-то другое вернее знакомиться с ним с ними как со взрослым человеком то есть взрослый на познакомиться со взрослым с позиции взрослого да и разрывы например то вот я ненавижу например свою мать знать ее не хочу говорить про не когда не буду и все я вычеркнул ее из своей жизни я вычеркнул ее из своей жизни и так поступать как она и никогда не буду но вот эта связь никуда не делась и это напряжение осталось и когда есть антисценарий это значит что вот эта мать она все время в моем поле и я на нее ориентируясь и делаю что-то противоположное например или стараюсь делать что-то противоположное и все время сохраняю напряжение и все время сохраняя связь вот это вот ну что мама смотри я не как-то я не как-то я не буду как и это постоянное доказывание да и это не не про свою жизнь это не про но не самостоятельно это не самостоятельно это война а самостоятельность в этой вот в этой ситуации было бы да она такая какая я есть это это про нее это ее история я буду жить свою историю проживать и я принимаю эту ее любовь например ну это прям вот такую я принимаю любовь такую другой у нее не было на другой мне не могла дать в этом вот в этом примерно ключе то есть но узнав например историю этой матери да как может быть посмотрев на немножко на нее со стороны до понять тот контекст в котором она жила контекст контекст да и возможно ну там например алкоголизация была способом уйти от невероятной какой-то боли или напряжение и по-другому она справиться не могла и это ее способ но ее способ не значит что она демонстрирует ненависть к своим детям она старается может быть выжить ради этих детей там и их как-то их как-то сохранить в таком виде да а вот каком-то и ну вот тут вот в в контакте с например с такими инфантильными родителями до которые например какие-то выбирают такие способы убегания ребенок бессознательно принимает на себя вот это вот позицию взрослого позицию родителя своему родителю это вот как раз когда внутри системы люди меняются местами да да ну это как бы называется нарушение иерархии но и даже это нарушение иерархии вот я так думаю что иногда это но чрезвычайно необходимость для выживания ну смотрите если мы говорим допустим о том времени когда родители действительно становятся старыми немощными дети в в идеале ли так как принято берут на себя заботу о них в принципе родительскую саботу да ну как родители то есть они сейчас заботятся взрослых взрослых родителях старых пожилых которые по сути физически становятся и эмоционально такими беспомощными да вот это оправданно смещение это же выбор ну а это выбор взрослого человека я выбираю заботиться о своей маме потому что она не может например о себе заботиться обстоятельства и контекста семьи обуславливает поведение всех членов этой семьи ну например старшие дети обуславливают поведение младших детей а младшие дети обуславливают поведение старших и даже если родители не налагают старшего каким-то там грузом ответственности за младшего ребенка то все равно но какими-то каким-то образом его память поведение меняется и если вдруг рядом не окажется родителей ну там или еще что-то то он все равно будет чувствовать эту ответственность за младшим поведение например не тех взрослых которые были старшими в семье и тех взрослых которые были в своей родительской семье младшие они но отличаются а вот как раз в эту тему вопрос да то есть получается если в одной семье несколько детей они все будут проживать один и тот же в глобальном смысле слова сценарий или они именно потому что кто-то из них старший кто-то из них может быть и блинге кто-то из них младший они будут проживать разную или их вот этот сценарий жесткие какие-то вещи в этом сценарий все равно будут объединять стягивать а вот там может быть по-разному я так думаю что там может быть по-разному но я не думаю не так что все проживали один и тот же сценарий да но по степень удаленности от родителей но я имею ввиду вот младшие они меньше включаются в вот эту вот динамику и тоже об этом а триангуляции говорил буэн давайте расшифруем слово сложное триангуляции этот ну эмоциональная связь в которую например втягивается кто-то третий для того чтобы что-то там показать вы решили создать изменить сделать режим тревогу скинуть напряжение или наоборот сблизить ну там например не новость то что иногда люди предразводом решают значит зачать ребенка да вот чтобы 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 что-то как бы считается чтобы держать его ну и возможно на время это конечно может как-то спасти но это не знать что эти люди научились жить вдвоем они они живут втроем и когда они останутся вдвоем вот все 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 повторится повторится еще знаете вот после того как сейчас психология стала популярной и люди стали заниматься слава богу хоть тогда хоть что-то начал меняться но у нас без перекосов не бывает у нас сейчас во всем виноваты мои родители ну как бы не мои конкретно принято во всем виноваты родители даже у меня была здесь гостья анастасия макуха она говорит давайте сразу пропустим это место родители во всем виноваты не будем тратить на это время но это была такая шутка да вот и тем не менее у многих голове отсидит вот это что меня же вот я же из этой системы меня же родители так воспитали надо сказать еще раз наверное что вот в этом жизненном сценарии или семейном сценарии родители не виноваты мы все взрослые люди когда становимся взрослым мы же в состоянии изменить его с помощью гинограммы с помощью терапии с помощью каких-то других инструментов вот хочется снять с родителей вину но если я их веню значит я с ними воюю это значит что я не взрослею и я предпочитаю выбирать кого-то кто бы на кого бы это спихнуть как это все какашки кроме я вот вспоминай опять же свою гинограмму и вот это способствовал моему взрослению это потому что там же в роду вот а как вот это вот раздел да а как они справлялись с этими трудностями которые там на них навалились или там да а почему мне такие отношения с деньгами да у кого-то вот с едой до интересные отношения у кого-то с деньгами у кого-то но в семье вот кстати к слову извините что я вас перебиваю я специально выписала вот эти вот фразы убеждения семейные у нас семье богатых нет и не будет например про деньги или там все богатые я бы еще бы добавила нет денег и не надо и не надо все воры все богатые воры негодяи да ну вот откуда вот в этой семейном сценарии вот таком семейном сценарии вспомним коллективизацию до когда в один момент пошли все отобрали на у ну как бы и ты остался это и иной и папа вот буквально рассказал сегодня говорю утром поговорили с ним ну вот у прабабушки то были пять девок значит один сын при равно естественно хозяйство люди работящие скот пришли все забрали все все нажитое забрали и остались они на лавках и что тут делать ну что тут делать будешь ли ты потом наращивать это для того чтобы у тебя опять же забрали тут и страх и злость и но вот это чувство несправедливости а вот эта штука про несправедливость это тоже передается из поколения в поколение и я каким-то не за неведомым умом чем-то там какими-то своими непонятными потребностями пытаюсь эту справедливость восстановить например что-то кому-то доказать или не высовываться чтобы по шапке не давали или не накапливать или не зарабатывать каким-то боком избегать вот этой вот опасности потому что это этот страх липкий передавался из поколения в поколение и прилип где мог дома усиливался еще и усиливался ну то есть у нас же много там девальвация вот это все одно рухнул другое рухну короче все деньги погорели на этих сберкнижках все прекрасно можно массу таких примеров приводить когда вот вот как я уже про пищевое нарушение говорил у нас семье не принято разводиться нашу морду артистов не было и не будет говорят талантливому до мальчику или например ты продолжишь нашу семейную традицию быть военными о про талантливого мальчика не сразу приходят на ум вспоминается вот этот мультик историк тайна коко да вот тайна коко отлично вот и это какая интересная там штука да вот этот вытесненный а отец дедушка его дед никто ничего про него никогда не знал и не говорили да но каким-то значит макаром этот мальчик повторяет его но поведение вот она тягу к музыке вот эти вот лояльность кто я чьим продолжением и я являюсь и вот этого трансляция заставит семью хочешь не хочешь на этого вытесненного родственника посмотреть правильно ли я понимаю что если допустим тот или иной человек захочет выйти из своего из какой-то части допустим деструктивной части своего семейного сценария он без составления генограммы ничего не разберется и не поймет от чего ему нужно избавиться и просто психотерапия здесь не поможет вот как начинать действовать как вот если человек не психолог далеко очень от семейного понимания того что я семейно-системный психологии что из генограмма просто вот у него как вы говорите ходила с ощущением что мне нужно усыновить ребенка ходит с ощущением, что мир несправедлив, что все деньги мимо него проходят, что все женщины по выбору мужчины-сволочи и так далее. Да, но при этом я что-то такое делаю, что все деньги проходят мимо меня, да? То есть он должен все равно, человек, обратить внимание на некие закономерности, которые у него не получаются, повторяются и так далее, да? Вот это, но мне кажется, что вот это вот а какова в этом моя ответственность? Никто виноват, а какова в этом моя ответственность? Что я сделал или я не сделал? Или я, ну, там, сделал не сделал, да? Что в моей жизни складывается вот так? Ну, вот вообще, вот у меня было изначально то, что я задалась вопросом, ну, например, или если я не хочу, чтобы у меня было, как у моих родителей, ну, например, мне не нравились отношения между, там, мамой и папой, ну, там, я вообще говорю, вот, вот, или что то, что я могу сделать, чтобы, например, в моих отношениях этого не повторилось, или было как-то иначе, не то, что не повторилось, да? а было как-то иначе, потому что в какой-то семье скандалы – это момент, единственный, может быть, момент эмоциональной близости, когда они точно друг друга видят, точно друг другу максимально что-то чувствуют, и если я скажу, что это все плохо, то с чем я останусь? А что тогда мне надо? А с чем я не согласен? Или там… А с чем я согласен? Вот. И еще, знаете, какой момент хотела спросить? Вот, это ведь иллюзия, что с уходом, скажем так, родителей уходят нерешенные вопросы, связанные с ними, с семьей. Родители ушли, а отношения остались. Да, 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 то есть мы же… Почему вот нам говорили, допустим, когда я училась, что если вы решаете вопрос с родителями, не решайте с живыми людьми, решайте с теми образами, которые живут внутри вас, да? Не трогаем, как это? Не трогаем, не рушим живых людей, они ни в чем не виноваты. Я сейчас уже не помню, кто уже сказал, но кто-то сказал очень так хорошо про то, что мы тела наших ушедших родственников. Ну, то есть мы потомки, да? Мы потомки, да? В своем теле их сущности какие-то, да, восстанавливаем. Да, их… Повторяем. Повторяем, проживаем, потому что это все впитано, это все не на словах, а на деле впитано. Так как, ну, например, ребенок воспитывается не через слова, он воспитывается через подражание, это его основной механизм, там, да, семи-шести лет. То есть получается, если все-таки, опять-таки мы говорим о какой-то не всем семейном сценарии, да, от которого нужно избавляться, как вы сказали, а какой-то части, которая тебя тем или иным причинам не устраивает. Контекст изменился. Контекст изменился. Надо искать причину. И, ну, например, тогда, когда в… вот в эти годы репрессий, да, нужно было, ну, там, отказываться от этих родственников, да, для того, чтобы выжить. Ну, как кто-то так делал, забывать про них, не говорить, ну, сколько там было страха, сколько вины, сколько, ну, вот, напряжения, тревоги, это было обусловлено тем, что люди выживали. И они хотели, и они хотели сохранить в жизни детей, и они это делали из любви, например, да, вот. И восстанавливая эту историю, да, через вот преодоление, там, вот этого страха, а что я, вдруг я там что-то узнаю, можно же еще соприкоснуться с колоссальным ресурсом. С колоссальным ресурсом того, что, и даже гордостью, и, значит, мои, ну, например, там, женщина, которая проводила на фронт мужа, который так и не вернулся, и вырастила пятерых девочек, да, у меня лично вызывает восхищение. И это, и как, и это моя бабушка, да, и я такая думаю, ну, мощная же женщина у нас. И вот очень хочется поддержать ваши слова, особенно в части сегодняшнего дня, когда, на мой взгляд, несколько насильственно развивается движение Child Free, и молодые люди, которые отказываются, осознанно отказываются, имеют физическую любые возможности для того, чтобы рожать детей, отказываются от этого. И вот хочется сказать ему, ну, вы посмотрите на тех, кто был до вас, как они, что вы, возможно, они сделали, какие они были сильные люди, что, несмотря на то, что прожила наша страна... Мне кажется, возможно и невозможно просто. Да, ваш род выжил, и вы благодаря им существуете. Ну, я знаю, как, например, горюют, ну, видела, как горюют семьи, женщины и мужчины, которые не могут иметь детей, вот, которые чувствуют, ну, вот это вот, там, я не могу продолжить, мне некому передать, и у меня так всего много, ну, я хочу, да, делиться, ну, вот это вот, когда... И я знаю, что в жизни каждого человека наступает этот момент, когда меня переполняет, и я хочу делиться. И когда это мои дети, ну, это происходит как-то естественнее, вот, а когда нет возможности этой, ну, иметь своих детей, то тогда приходится искать другие способы, вот, но я не, никак не умоляю тот вклад, который человек может сделать вообще в человечество, даже если у него, ну, он не передал это своим детям, зато он передал ещё кому-то, вот. И для кого-то он может стать, например, ну, какой-то очень значимой фигурой, переломной, учителем, ну, там, кем-то, кто что-то такое перевернул в жизнь другого человека и сделал эту жизнь, например, лучше. Если бы психические процессы одного поколения не передавались бы другому, не продолжались бы в другом, каждому пришлось бы вновь учиться жизни, что исключало бы всякий прогресс и развитие. Это Фрейд написал в своём, в своей книге «Тотемы табу», вот. Ну, это, конечно, тоже, здесь и «Тотемы», и «Табу», это всё про систему. Да, это и про ресурс, и про, ну, там, что-то, что уже. Про опыт, ресурс, опыт, про обучение. У меня у нас с вами сегодня цитатное окончание передачи, у меня тоже есть. Эрик Бёрн, правда. «Графически человечество можно представить в виде кривой, на одном конце которой все те, кто полностью зависимы от сценария, а на другом те, кто теми или иными способами сумел освободиться. Но большинство находится посередине, и это большинство способно измениться под влиянием обстоятельств или изменив свои взгляды». Да. И я думаю, что вот на этой замечательной, позитивной ноте мы можем закончить передачу. И я ещё хочу напомнить зрителям о том, что действительно есть такой замечательный мультфильм, прям вот про семейную систему, называется «Тайна Коко», и мало того, что он интересный, с хорошей музыкой, его ещё и полезно, он терапевтический, его даже рекомендуют психологи и психотерапевты к просмотру. Да, рекомендую, да. Я бы ещё, знаете, что хотела добавить? Жить в контексте, осознавая свои потребности и знакомясь со своим родом для того, чтобы было на что опираться и брать ресурсы. С вами была программа «Фокус на человека», в студии работала Наталья Жова. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok